Приставка «шоколадный» обязывает ко многому. В составе батончика должно быть как минимум 25% шоколада. Увы, но некоторые производители, даже всемирно известные, об этом забывают и покрывают сладости гораздо менее вкусной и далеко не шоколадной коричневой глазурью. По сравнению с шоколадом, глазурь более бедный, скажем, продукт, потому что в шоколадную глазурь разрешается вводить жиры-эквиваленты масла какао или жиры-улучшители масла какао. В шоколаде должны быть только натуральные ингредиенты. В первую очередь это масло какао, которое, кстати говоря, является природным антиоксидантом. Именно поэтому хороший батончик в консервантах не нуждается. Лучше, если в составе будет и сухое молоко, а не молочная сыворотка. Теперь всё внимание на количество какао-продуктов. Эта цифра зависит от сорта шоколада. Для горького не менее 55%, для тёмного не менее 40%, для молочного 25%. Переходим к начинке. Заметили в её составе растительные жиры? Имейте в виду. Состав и качественные характеристики растительных жиров, которые входят в состав начинки, никак не контролируются. Это могут быть жиры абсолютно разные. Такими можно даже отравиться. Равно как и начинками с высокой влажностью. Например, помадно-сливочными или джемами. У них самый короткий срок хранения, всего полгода. Но вот что интересно, уже спустя 4 месяца с момента производства такие наполнители начинают потихоньку кристаллизоваться и высыхать. Заметили белёсый налёт? Хранили батончик неправильно. Это минус, но есть и плюсы. Сидеет только натуральный шоколад. Продолжение следует... Продолжение следует...